Я давно этого человека обещал рассказать про этого человека, и что приятно в рассказе про этого человека, это то, что он на самом деле, это будет такой классический хасидский рассказ. Потому что, собственно говоря, я собираюсь рассказать о Рабе Лейбе, Арье Лейб Бен Сора вообще-то. Он, фамилия у него принята, его называть Рабе Лейб Сурес или Суркис. На иврите почему-то пишут Згэем, как положено Сорос, но там Суркис, по-моему, правильно его произносить фамилию. У него фамилия, он прозван в честь матери, он Рабе Лейб Бен Сора, не по имени отца. И фигура целиком легендарна. Настолько, что, скажем, вот мне кто-то из Хабада пытался старательно доказать, что Рабе Лейб Соркис на самом деле… Вы извините, я через «ой» его произношу, потому что я к украинскому диалекту так не привык никогда. Все-таки у меня как-то более давит белорусский. Он Суркис, он из Подолии. Точнее, он родился на Волынии в Ровно, вообще-то. Ну, если кому-то интересно, похоронен в Подолии. Значит, человек абсолютно легендарный. И вот настолько легендарный, что мне пытались доказать, что он – это другое прозвище Раби Ягуды Лейба. Из Шпола до Шипольского старца. Но я не понимаю, как это может быть, потому что у них даты смерти разные. То есть, там разница в 20 лет между ними. У них могилы разные, в конце концов. И, в общем, это какой-то перебор явно. Значит, чем замечательный этот человек? В письменном виде о нем есть, ну, кроме могилы, которая сохранена в городе, по-моему, правильно так произносится, это украиноподобие. Значит, есть одна запись, сохранившаяся запись, в смысле, переданная по традиции, от Раби Довбера из Месерича, извините, Месеричевского магия. Значит, все остальное – только рассказы. Они собраны в книжку, которая называется «Гуратарье». Рассказы страны. Ну, давайте попробуем сначала. Значит, рождение его скрывается в англии одной из историй, где утверждается, что его мать, устав от приставаний местного пана, в какой-то момент сбежала из дома с Меламидом, очень старым Меламидом, вышла за него замуж. И когда отец этого паненка узнал об этом, он сказал что-то вроде «Барухша Патарни» и «Отэпис Анимишигу Нерзот». «Благословен, что освободил нас от этой сумасшедшей». Значит, вот что за личность, я могу сказать. За три года до его рождения была опубликована книжка, которая называется «Книга Ангела Розея». В городе Амстердаме она была опубликована. Сейчас я покажу то, что я хочу показать вам. Это страница, ближе к концу, 84-я страница из книги «Ангела Розея». Я надеюсь, и все знают, что такое книга «Ангела Розея». Это такая замечательная каббалистическая книжка, которую, я не знаю, читает ли ее кто-нибудь, но ее все обязательно держат дома, потому что книжка, как известно, защищает дом от пожара. Наличие этой книжки в доме защищает дом от пожара. И, ну, как в таких случаях хихикая добавляют, как можно не верить, в одном доме случился пожар, все сгорело, кроме книги «Ангела Розея». Вот видите. Но то, что я показываю, это страница этой книги. Значит, там, это такая каббала, но такая более-менее практическая. И ближе к концу книжки, это страниц 6 до конца книжки, причем то самое издание, первое издание, амстердамское. Оно еще раз, оно вышло за три года до рождения раби Лейба Соркиса. И вот наверху этой страницы, вот это, вот здесь, написано слово «камеа». Там идет в конце список «камеа», всевозможных амулетов, которые надо написать для разных целей. И вот «камеа», где, как положено вначале, то, что вы видите, вот это первые строки, это перечисление всевозможных ангелов. Длинное-длинное. Дальше различные имена, а вот далее то, ради чего я это показываю. И вдруг мы читаем в образце «камеа», что во имя перечисления имен ангелов, длиннющее, и дальше там в конце идет и имена, всевозможные хитрые имена, каббалистические имена, написано буквально следующее. «Чтоб раскрылось сердце лейба сына Сары, чтоб он учил Тору, пророков, Невиим Вактувим, Талмуд Верусалимский, Талмуд Вавилонский, и Медраш, и Тасафот, сифры и сифры, и Таамы Гатура, и Контимляцию Тору, и Тайны, и занимался Тором, и пусть его сердце станет бьющим источником разума, интеллекта, и все, что связано с мудростью, и сохранится он от всяческих бед, от всевозможного колдовства, прочее, 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 пусть он избавится от всяких напастей, которые ему кто-то захочет послать во зло, как в деле, так и в помыслах, трам-пам-пам, пусть все, кто хотят ему зла, пусть устыдятся, и поведут на них всяческие напасти, и сердце у него будет замечательное, сейчас, и в конце Камеи опять во имена, сейчас я пытаюсь найти, где-то тут, и второй раз повторяется, что все это, что он будет всевозможный, а, вот она, и будет защищаться от всех напастей справа и слева в ротах твоих, и все это адресовано тебе, лейб-бен-сара, и не приблизится ни один мазик, ну, мазик, бар-винан, это эти самые, нечистая сила, значит, вот эта молитва, прям вот во имя него, напечатанная за три года до его рождения, хасиды и адыгут, утверждают, что эта молитва занята. Значит, по этому поводу утверждается, про детство мы не знаем ничего, ясно, что отец умер рано, потому что мать вышла замуж за очень пожилого человека, значит, и рассказывают, что когда ему было 15 лет, он внезапно ворвался в комнату к Бэшту, начал там скакать и прыгать в разные стороны, и когда ученики Бэшта хотели вывести наглеца подальше, то Бэшт успокоил их повернулся и сказал, ну, ты зверь-ребенок, знаю я все твои дела, но я знаю, что путь, по которому ты идешь, опасный путь, и идешь ты по острову меча, и поэтому присоединяйся ко мне, и будешь принять. Далее, на самом деле, во всех дальнейших рассказах о взаимоотношениях рабе Лейба с Бэштом, это такой порученец Бэшта был, причем порученец по таким делам, связанным с тонкими всякими материями. Причем праведность тогда уже из рабе Лейба перла густым потоком, потому что известно высказывание Бэшта совершенно потрясающее по красоте по поводу того, что Бэш сказал про него, он постится от субботы до субботы не потому, что он хочет поститься и хочет свое тело смирить постом, а потому, что из-за близости к Всевышнему он просто забывает поесть. Ну и последнее, что надо сказать об отношениях его с Бэштом, что когда Бэшт умирал, он именно Лейба Соркеса назначил на свое место по взаимоотношениям между хасидами и ламотвапниками. это вот такое вот дело, значит, получается, что ему было лет 30, когда он получил это поручение. Что характерно для Раби Лейба? Он не основал двора, он не держал хасидов, у него были ученики, они много раз упомянуты, но это всегда штучный совершенно товар, это никогда не куча народу, предпочитал тишину своей деятельности, причем истории типа он регулярно собирал деньги на кучу разных дел и иногда в поручителе брал ангелов за займ и люди рассказывали, что они от ангелов и получали возврат по займу, то есть какие-то дела были хитрые, скрытные, при этом тут значит одна из самых наверное, да, к старости вроде бы он занимался Миланецком, значит похоронен он в городе Ялкутишков, Ялкутишков, Ялтушков, Ялтушков это сейчас это село две тысячи где-то жителей в Подоле, могилы его описаны, есть описание 13-го века, 13-го года извините, этой могилы по завещанию он просил не ставить на нем охаль гробницы, но вот тот, кто был на Украине представляет, она обычно делается в виде такой маленькой мазанки, ну понятно, как устроен украинский дом, все представляют, маленький такой домик по описанию, крыша была соломенной и вокруг было навалено огромное количество записочек с просьбами. В нулевых годах, уже в 2000 году, кто-то восточный там поставил новый шатер на этом месте и там сейчас есть поломнические место некоторое. Значит, что про него нужно вот рассказывать? Значит, в первую очередь про него рассказывают следующее. Значит, это история из «Бура» я уже сказал, «Буратория», книжки, история, которая рассказана им самим, с некоторыми примечениями. Значит, в конце своей жизни, незадолго до смерти, собрались вокруг него довольно много народу и рассказы, и раби Лейб стал рассказывать следующее. Весьма редкий случай, чтобы человек, даже если это большой праведник, получал в наше время совершенно новую душу, которой еще не было в этом мире. Все праведники получают души праведников, которые были до них. Душа это душа рабэйну Саадзия Гаона, а душа Саадзия Гаона была душой царя Хискияго, царя Юдейхискияго. Значит, раб из Меджибуша это душа Шимона Барьё Хая, Орга Хаэм, Гакадош был душой Маше Кардовээро, который, в свою очередь, был душой рабиаки. Есть праведники, которые, но иногда случаются праведники, которые получают двойную душу, дупорцов это с двумя ликами, а именно, что у них есть душа, которую они получают при рождении и получают дополнительную душу на пар митсва или на свадьбу. Вообще-то это называется ибурнышама, вообще, то, что подразумевает, имеется в виду довольно известный каббалистический термин, кроме гельгуйнышама есть еще и бурнышама. Это не дебук, это одна душа присоединяется к другой, и две души живут в одном человеке, причем живут весьма благополучно, это не шизофрения, они не считают себя двумя разными личностями, обычный признак человек, который в неожиданном возрасте приобретает таланты, которых у него до того не было. но исторически я знаю по крайней мере двух такие, две такие личности, которые в довольно позднем возрасте, правда, этот и Буро, о котором я говорю, случился с одним в 40 лет где-то, а вторым в 30 плюс. Вдруг неожиданно появляются совершенно новые таланты, которых до того не было. добавил к этому Рад Лейб. Когда я стал бармитцвом, моя мама повела к Раби Дову, чтобы он дал мне благословение и сказал Раби моей матери, когда благословил меня, что у меня есть благословение для бармитцва совершенно замечательное. Мы так и не поняли, что он имеет в виду, потому что он когда это происходило ничего мне не дал. По прошествии некоторого времени, когда я научил и стал немножко разумным и стал что-то понимать, то я наконец понял, о чем он говорил. После этого он перешел на другой рассказ. Как бы. Я не буду целиком проводить рассказ. Это рассказ о Раби Хайме Бен Натар. Это Орка Хайм Хакадош, который был цадик, непохожий на цадиков у нас здесь в Польше. У него не было хасидов, у него он не выкупал души, ну и так далее, и так далее. Не знаю, что он имеет в виду, на самом деле у Орка Хайм Хакадош была гешива, там было полно учеников. Значит, дальше рассказывается про то, что он там совершал чудеса, связанные с Раби из Марокко, я не буду рассказывать. Значит, известная история, продолжает Раби Лейб, что Бешт мечтал встретиться с Орка Хайм Хакадош и специально для этого пытался поехать в Юрсалин, где к тому моменту переехал из Марокко, куда к тому моменту переехал из Марокко Орка Хайм, но он успел доехать до Истамбула, где побывал на могиле это называется Раф Наптали Бааль Гасмохот. Значит, был такой удивительный раб, который мне оставил книжку Бааль Гаскамот, но зато оставил около сотни Гаскамот на других книжках. Гаскама это рекомендация от Крупного Раба, вот он так и остался, человек весьма важный, но Раф Наптали явился к нему и велел и сказал, чтобы он вздумал ехать в Иерусалим, все равно не доедешь, ничем хорошем не кончится и Бэшту пришлось вернуться. Значит, так что Бэшт вернулся. В Хольхамлай Песах первый день сидел Бэшт на корабле и после долгих приключений он вернулся к себе домой. Через три месяца в такой-то день в Томузе, в Тубе Томузе, за два дня до того, как я стал баром в Иерусалиме, умер Рафхайм, автор Орха Хаим. в такую-то в субботу после этого Бэшт в Меджебуш сделал омовение рук перед третьей трапезой субботней и горько вздохнул, а после этого благословил эмоции и вслух произнес погасла свеча, западная свеча. Никто этого не понял тогда, что произошло, и потом стало известно, что в тот день умер Орха Хаим Гакедош, которого и называли западная свеча, Нерма Рави. Ученики спросили, откуда он узнал об этом, и объяснил Бэшт, есть отдельная кавана, связанная с омовением рук, которая открывает только одному человеку в поколении, и я всю жизнь молился, чтобы мне дали эту кавану, и ничего не получалось. Во время омовения рук перед этой трапезой я почувствовал, что она ко мне пришла, и я понял, что ее обладатель умер. Ее обладателем был Орха Хаим Гакедош. В тот день, когда умер Орха Хаим Гакедош, Рабихайма Булафия в Твери замолчал где-то и молчал полчаса, и все с ужасом смотрели на него, и он произнес, сегодня умер Орха Хаим Гакедош, и я проводжал его к вратам райского сада. Хочу заметить, что рассказ о том, что смерть Орха Хаим ощутили два разных человека, которые друг друга, кстати, даже, по-моему, не знали, Рабихайм Абулафия или Абулафия, наверное, проще нам произносить так. И Бэшт это такое поразительное совпадение. Когда Бэш услышал о том рассказ о Рабихайме Абулафия, он сказал, что, в общем-то, он, конечно, прав, и Орха Хаим отправился в райский сад, но он там пробыл недолго, чтобы повидаться с праведниками мира, и на следующий день после субботы он вернулся в этот мир, потому что его душа хотела больше праведности и заповеди этого мира, чем пребывать в благости и в это самое в райском саду. И ему не нравилось быть подобным сыну, который ест со стола отца и ничего не делал. Когда он кончил, собравшиеся поняли, что он говорит про себя. То есть, как бы, но при этом это довольно существенный момент. Он, рэп-серкес, говорит, фигура целиком мистическая, потому что он говорит про Ибурн Дашамас, что он не говорит, что его душа это душа Орга Хайма, он говорит про соединение душ в дно. Значит, надо заметить, что Орга Хайма, раб Элэйп-серкес был мужиком огромным, очень сильным и, говоря, довольно красивого вида. И, например, есть известная история про то, как его, там ее рассказывают немножко по-разному, но это совершенно неважно, что кто-то из слуг, то ли его в одной версии, из учеников хотел помочь затащить сундук на телегу, то ли кто-то из слуг одного из раби пытался поднять сундук на телегу и не смог, на что раби Лейп с легкостью поднял этот сундук и поставил. После этого он прочел следующую дрошу. Значит, сказано в псалмах значит, кибурэй коах осей дворо богатыри, выполняющие слово его, это псалмы 23-я псалом. Чтобы вы понимали, что тот, кто хочет выполнять волю Всевышнего в этом мире, должен быть силен. Вот. 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 Силен. Значит, от него осталось довольно мало это самое воротов на самом деле по Торе, но одна из них действительно очень хороша. Я не буду рассказывать обрамляющую историю, там есть обрамляющая история, ее, но она действительно красивая. Значит, говорят про нашего прадца Авраама, что он является образцом исполнения заповеди приема гостей. Но, говорит, почему мы видим, что Лот, его племянник, когда увидел ангелов, то он побежал им навстречу и уговаривал их, чтобы они пришли к нему. Почему Авраама не сказано, что он уговаривал, просто их пригласил и угостил, а этот вот трудился куда больше. Ответ на самом деле истинное гостеприимство, оно, конечно, Авраам. И вот почему, потому что про Лотос сказано, и увидел он двух ангелов и побежал им навстречу. Разумеется, каждый человек хочет принять у себя в гостях ангелов. Поэтому Лот, когда увидел ангелов, встал и побежал их навстречу и стал уговаривать, чтобы они к нему зашли. Но наш праотец Авраам Аллах Гошелом о нем Тарас свидетельствовал и видел три человека стоят над ним. Он увидел людей, а Розаль в Медраше говорят, один показался ему похож на столяра, один на моряка, а один арабом. И все равно побежал им навстречу. Потому что он хотел оказать радость именно людям, и радовал тем, что принимает людей, а не ангелы, потому что ангелы не нуждаются в милусх осаде. Это я слышал от разных вот эту историю про то, что разница в гостеприимстве Лотта и гостеприимстве Авраама позже довольно часто встречается, потому что действительно хорошее замечание, и красивое по поводу того, почему эти самые ангелы к Аврааму пришли, как люди Аклоту, они пришли в качестве именно ангелов. Там прямо так и сказано. Значит, чем он занимался? Вот известно, что через него хасиды общались с ламатвавниками. как известно, кто там были эти ламатвавники, которыми он общался, никто не знает, потому что на то они ламатвавники. И похоже, что он был некоторое время, может быть, был даже пресс-секретарем ламатвавников. Ну, пресс-секретарем я условно термин употребляю, потому что тех людей, которых принято называть главными ламатвавников, по-моему, это не главы, а тех, кто существует для как называется кольцо связи, цепочка связи между миром, теми, кто в них нуждается и имя. То есть обычно один человек таким человеком был до Бешта, Бешта, ковым не был, но он привыкал к ламатвавникам. А вот его учитель Адам Шемтов, Адам Мэнч Шемтов, если вам интересно полностью именование, он как раз им и был. Далее про него рассказывается серия, есть серия историй про Райби Арилиба, причем их серия целая, я просто приведу одну в качестве образца, потому что их там, по-моему, штук пять таких есть. А именно про него известно, что он регулярно был на ярмарках. И что-то торчал на ярмарках довольно часто, и рассказы про него очень часто связаны именно с ярмарками. В данном случае какой подлиннее или покороче, все равно рассказывать. Давайте длинную из них. Вот как там состоялась большая ярмарка в Бердиче. Прибыли всевозможные купцы, взяли в аренду лавки и начали свою деятельность. Явился еще один среди них один купец, тоже лавку нанял, арендовал, я не знаю, как сомнение на рынке, когда место торговое покупали. Взялся торговое место, хотя в его лавке никакого товара не было. и время от времени он просто выходил пройтись по ярмарке. Говорил с одним, поговорил с другим, время от времени выходил на дорогу, говорил с кем-то невидимым. Все решили, что вообще не в своем уме может быть. И никто не понимал, что это тут делает, потому что ярмарка была успешной очень, доходы у всех были очень приличные, этот вообще никаких торговых дом не вел зато бродил там регулярно. Значит, и по этому поводу решили пойти и к местному раввину Бердичевскому, чтобы он поговорил с этим ненормальным и узнал, что он тут выделывает. Раф решил пойти и просто подсмотреть. разумеется, значит, Раф пришел к, вообще, явился к этому непонятному купцу и спросил, там, поздоровался, спросил бы он, торговец, тот сказал, конечно, еще как. Раф сказал, что как-то я товара здесь не вижу. Встал Раб 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 Рей Бен Сара кому разумеется, на ноги и сказал, вот сейчас я тебе покажу свой товар. И показал какого-то там спешащего мимо еврея. Смотрите, Ваша честь. спрашивал вот этого остановленного еврея, куда же ты такой бежишь красивый. И ответил, я тут всякие дела делаю. Тут тот остановил, опустил армяк верхнюю одежду и сказал, Ваша честь, хоть глядеть. Тот посмотрел и увидел, что на всем прохожем вообще-то саван надел. И сказал ему, а не пойдет ли бар-минан? Бар-минан обозначение нечисти всевозможное. Одно, там есть два типа употребляется в значениях. Один бар-минан это не про нас иногда, а иногда в значении всяческой нечисти. Не из наших бар-минан. Значит, а не пойдет ли он к вдохновению и отправился покойник к месту своего покоения. И значит, и все отправились, значит, торговцы поняли, что имеют дело с чудотворцем и отправились ему давать ему деньги на благословение для пипедьона, как называлось, у хасидов, на что тот ни у кого ничего не принял, всех послал и уехал. Значит, таких историй несколько, они вполне сходные истории про него есть, их целая серия, я опять все рассказывать не буду, потому что а зачем? И я хочу заметить, что вообще серия рабов вообще-то именно хасидских такого сорта вещами занимали, это называлось освобождение душ Меолам Гато от мира, души, которые не могут покинуть этот мир по каким-то причинам, и раби Лейб Саркес этим занимался весьма еще раз, вот что про него можно рассказать. Но есть одна история, которую я очень люблю, она собственно говоря, когда вы видите картинку, знаменитую картинку, там какие-то местные местечки, какие-то это самое, и над ними едет карета, а в нем едет цатель с учениками, то вообще-то знайте, что эта история, эти картины возникают под впечатлением от истории не про Вешта, а именно про Рабеля и Бесаркеса. Это про него истории, они многократно повторена эта часть, о том, как Рабеля и Бесаркес ездил. Дело в том, что его видели, где его только не видели. Его видели в Вене, его видели во всех городах, его видели в Венгрии в многочисленных местах. То есть он оказывался где угодно. По этому поводу рассказы про то, как путешествовал Рабеля и Бесаркес, они приблизительно такие. У него, как положено, был извозчик. Он садился в карету, в бричку, коляску, я уже не знаю, как условно надо употребить. Они выезжали из города, после чего Рабеля перемещался на козлы, сажал извозчика спиной к лошадям, лицом к себе, брал в вожжи. И дальше было то, что называется Кфицерс Хадерах. Кфицерс Хадерах это короткий путь, путь теней. Тот из вас, кто читал роман Дюну Герберта, там какой-то герой, так как русский переводчик оборота не мог этого понять, там был Кфицерс Хадерах. Так вот, Кфицерс Хадерах до Кфицерс Хадерах. Краткий путь. Вот просто переводчик этого не видит, что там написано в оригинале, он просто не понимает этого оборота. Значит, и коляска там за несколько до самого. И, например, к концу жизни описывается, что он каждый эршабос раби Лейб ездил в Вену. В Вене он выяснил свои отношения с раби Йосифом Вторым Австрийским, у которого у него были сложные отношения, а именно они друг друга терпеть не могли. И вплоть до того, что там рассказ о его смерти связан с тем, что, в общем, по этому рассказу они умерли в один день, ну, как вам сказать, не в один день, интервал, они умерли с разницей в год, но приблизительно в одно и то же в феврале с интервалом в год они умерли. значит, вот этих рассказов, многочисленных рассказов, дальше я буду в рассказе пропущу этот рассказ о его поездке, как он поехал, но рассказ выглядит так, я хочу здесь, на этой личности, еще одной личности хасидского мира остановиться просто. Значит, Раби Лейб очень много занимался нахождением новых душ. Имеется в виду людей, которые появились в этом мире не просто так, и которыми кто-то должен позаниматься. Как им в свое время занялся Бэшт, как Бэштом занялся неизвестный аноним, которого звали Мэйр, это известная такая фигура, которая его как-то забрал, и он отправился надолго исчезает, это начало юности именно Бэштом именно такое. Вот он занимался подобными делами, и как-то он забрал телегу и узнал, что в городе, в городе-селе Сэринч, это Венгрия, недалеко от Сатамары, сатмарские хасиды, это вот так, это вот то предел. Значит, он узнал, что там есть очень важная душа, и отправился он туда, ну вот, быстрым, быстрым движением, и приехали они туда, и подошли к некоторой роще, вне города, и увидели там ребенка лет восьми, в оборванной одежде, полуголого, который был очень занят, а именно любовался стадом гусей. Нет, не пас, просто любовался. И это и была та самая душа, которую почувствовал грабелей. он рассказал, что он сын вдовы, нищей вдовы. Рабелей пошел к ней, попросил отдать ей сына под правительством, он якобы этот самый торговец, и он собирает это самое, и он, ему нужен слуга, он заплатит за обучение, мальчик поступит в обучение, вы учтите, что к тогдашнему времени вот такой наем детей в обучении в 8 лет отличить этого ученика от служки поначалу невозможно. Тот из вас, кто читал любые мемуары о мастеровых той эпохи, прекрасно знает, как это выглядит, это нормально, это сегодня бы подумали какую-нибудь гадость, тогда никому в голову это не приходило, это было абсолютно нормально, причем часто родители платили, чтобы у них забрали ребенка и приставили к хорошему делу. В данном случае вдове предлагается подобная сделка, она соглашается, значит, и Рабелев его забрал, и был у него это такой служка, и вырос он, из него известный Раби из Калева, Раби Айзек из Калева такой. Калевские хасиды до сих пор двор существует, и это очень приятно. Сейчас я скажу почему. Дело в том, что вот здесь я просто зачитывать буду, потому что я так красиво не умею говорить, как здесь написано. Раби Айзек, а все его называли в том поколении Святой из Калева, он каждый день ездил в леса и в поля и слушал звуки мелодий, которые пели пастухи или играли или наигрывали на флейтах, и он забирал эти мелодии и возвращал их назад к святости. Ибо все вот ибо все мелодии это про него вот это вот, она часто повторяется, это это учение про музыку, но вообще это учение про музыку рассказывается именно про Раби Айзека из Калева. И все мелодии в мире, они приходят из святости. И называется это место Гэйхау Ганагина, это опять-ка Бала Гэйхалот, учение Гэйхалот, высшие чертоги, есть чертоги музыки, и поэтому музыка не принимает скверны. Но при этом и после греха первого человека в этих чертогах не осталось радости и практически всегда там печаль, потому что искры святых мелодий упали в теневую сторону мира, и задача каждого привычного человека извлечь эти мелодии и вернуть их к святости. И по этому поводу служба Всевышнему Раби Айзека Искалева была возвращение музыки к святости, к ее корню возвратить блуждающие искры туда, где они должны быть. Но он возвращал к святости не только это самое, но и даже слова. Самая знаменитая мелодия Раби Айзека, я попробую сейчас ее воспроизвести, я не нашел хорошего исполнения, честно говоря, я не очень люблю вот красивости, которые обычно делают из этих дел. Это мои проблемы отношения с что-то надо нажать. С компьютера. Мультиплай, дуал монитор, онли хост. Нет, это не то. Нет, в том окне, в котором шер делает, когда он предлагает выбрать какой документ, там должна быть. Шейер Саунд нашел. Значит, лучшая мелодия в этом рассказе, лучшее исполнение, я потом покажу другое исполнение, более сценическое. Значит, это значит, человек. И может, не , К сожалению, здесь только кусочек, я сейчас другой дам, где более, ну... Выложите ссылку, пожалуйста. Здесь такого хорошего исполнения я не нашел, я другое исполнение поставлю сейчас, оно, естественно, это соло Кокушмар, сейчас я поставлю другое исполнение, Шир Саунд. 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 Галут, Галут, как велик он, Шхина, Шхина, как далека она, если бы Галут был маленьким, то Шхина была бы тогда близкой, если бы из Галута он нас вывел, то мы были бы вместе. Ну вот такая песня. Значит, Цадик из Ропшица, когда он первый раз услышал эту песню, сказал, что когда Калифер пел эту песню, то в высших мирах случилось большое волнение, открылись источник рахмы, милосердия и огромные толпы ангелов отправились встречать рабе Лейба бен Сара, обратите внимание, в высших чертогах, и они благословляли и говорили, благословен тот, кто даровал нам эту душу. Вот такая история. Обратите внимание, что история, это понятно, что есть Калевская эта история, но она как бы записывается, и, кстати, Калевские Шхасиды с этим согласны, что сама явление, что сама явление Адмура и Скалева – это рабе Лейб Соркес. Ну вот такая вот личность. Есть еще несколько там. Человек такого сорта, который он… Ну просто вот эта история одна из самых красивых в этой части. Значит, умер он, как утверждается, в очередной раз в духовных плоскостях, поссорившись с императором Йосефом Вторым Астрийским, где тот сказал, что… Йосеф Австрийский сказал, что «ты меня достал, я, конечно, этого не переживу, но ты тоже не переживешь». И, соответственно, в скорости рабе Лейб Соркес умер. Есть несколько историй, естественно, о рабе Лейб Соркесе после жизни, что он продолжал вмешиваться в земные дела в таком в несколько… Надо сказать, что вообще цадик, который после смерти продолжает вмешиваться в земные дела истории скорее марокканского типа, чем ашкенадского. Поэтому я готов поверить в том, что в рабе Лейб Соркесе душа, примешана душа Орвахаем Хакадош, потому что то, что называется «гдошим» в Магриде, в Южной Африке, это называется «гдошим», а не «цадиким». Она стилистически куда ближе к магрибским историям. И это удивительно, потому что действительно это нечто такое странное, такая вещь про него. Но есть несколько историй такого типа. Ну, вот где-то вот так. Но на самом деле вот то, как я сейчас рассказываю, где-то рассказы про цадиков, если мы не говорим еще раз, исключение составляет, тяжелое исключение составляет, рассказы про цадиков вообще-то чаще выглядят так. В данном случае эта история про рабе Лейба, она отягчена тем, что он не оставил своих книг. Потому что обычно есть еще возможность, ну, там, скажем, про рабе Синхебуныма, даже если он не оставил книжки, ученики записали ему ворты и некоторые замечательные дрошо. Их немного, есть три книжки, но они все помещаются в одну книжку очень небольшого формата. Рабе Лейб и этого не оставил. Но, собственно говоря, вот фигура, которую она загадочная, она действительно загадочная. И как бы все согласны с тем, что он очень много делал. Все согласны с тем, что то, что он делал, не подлежит разглашению на самом деле. По этому поводу остались вот того сорта истории, которые я рассказал. По-моему, я вполне выбрал образцовую историю про него, которая достаточно о нем свидетельствует. Вот. Я понимаю, что это не совсем в том стиле, в каком обычно я рассказываю о героях. Но, тем не менее, это образец и образец, ну, давайте скажем, как минимум образец рассказа. Ну, вот так где-то, да. Ну, вот поэтому я и кончаюсь. Большое спасибо. Ну, ежели было интересно, то хотя бы соло «Кокушмар» заслуживает песню, заслуживает того, чтобы ее послушать, по крайней мере. Мне она безумно нравится. И опять, вот то исполнение, которое было в том рассказе, оно мне больше всех нравится, но я его не нашел просто целиком, вот эта запись. Ну, вот так, да. То есть хасиды, они, в принципе, брали мелодии других народов часто, да, среди которых… Я не скрывалась, это всегда открытым текстом, шло хасидские мелодии, но любой человек с нормальным слухом это слышит сразу, что это славянские мелодии. Ну, кстати, обратите внимание, что мода на заимствование народных мелодий, она началась где-то в том же веке, и хасид, конечно, не слышали, но, скажем, вариации Чемороза на тему Чижика-Пыжика. Он работал при Русском дворе, и у него в одном из концертов хорошо слышно, называется, кстати, «Певчая птица», то есть там слышно все, что это про птицу, но то, что там вот Чижик-Пыжик идет, вот, сыгранный оркестром камерным, это хорошо слышно. И вот эта мода брать народную музыку, появление народной музыки в… Ну, она всегда музыке была принята, там, скажем, народные танцы там все обрабатывали на свете, но в более сильном виде это появляется в XIX веке. Ну, скажем, в ополе «Березонька» стояла в IV симфонии Чайковского, в которой оркестр наяривает унисон. Вот, это, да, это появилось, то, что это было принято, ну, скажем, хатиква «Гимн Израиля», он есть у этого самого… ой, как же его зовут-то, в Латву, который написал Дималдау, главный чешский композитор. – Сметана. – Сметана, конечно же, Дималдау Сметана, она есть у Дворжика в одном из танцев, он тоже ее обрабатывает. Ну, хатиква, которая стала «Гимном Израиля», вы все понимаете, что это какая-то славянская мелодия, коли ее берет Сметана и Дворжик, то это то, на чем они… то, что они слышали у народа, это мелодия. То есть то, что мелодия хатиква хорошая, доказывают два человека с великолепнейшим музыкальным вкусом, по крайней мере, которые для своих произведений ее выбирают, да. Вот, поэтому то, что хасиды берут мелодии, славянские мелодии, которые вокруг них, это совершенно нормально, естественно. По этому поводу более вот музыканты, например, очень любят исследования на тему песен персидских евреев. Это довольно важный источник музыкальных знаний, потому что светская музыка была в Персии одновременно запрещена, и эти мелодии забыты, но их сохранила еврейская община, потому что их не касался это постановление. И по этому поводу, по этим, по песням персидских евреев, учат о персидской светской музыке там, весьма отдаленного периода. Так что нет, это традиция брать мелодии вокруг. И, скажем, вот до сих пор идет некоторый спор, насколько оригинальна мелодия Кольни-де-Рей, то, что ей 2000 лет, это признают все. Вот мелодия основная Кольни-де-Рей, ей 2000 лет эта мелодия. Вопрос, насколько она оригинальна была. Но то, что она сохранена, с этим согласны практически все музыкальные исследователи и истории музыки, что это оригинал сохраняется. Так что не надо удивляться, я-то считаю, это нормально, но вот еврейские интонации, которые появляются, и там некоторые еврейские мысли куда, это песни и пляски народов Хаббада, что что дурень марка, что что едешь на гермарка, поется на каком-то весьма народном, это даже не диалект, а, как бы так сказать, народном говоре, да, каком-то славянском. Я не берусь различить. По-моему, это русский, но белорусы говорят, кажется, что он белорусский. Но я не берусь такие вещи различить. Не купляешься, не продаешься, только рубишь сварку. Что-то такое, совсем деревенский текст. Так что нет, это нормально. Ну, вот так. Спасибо за доставленное удовольствие. Спасибо. Ладно, тогда всем всего доброго. Агетчаббас. Да, шаббат шалом. Шаббат шалом. Всем доброго.